Мы видим, что человек должен учиться какой-то период для того, чтобы вдруг ощутить, что те же слова приобретают новый смысл. Это очень трудно воспринимать. Те же слова с абсолютно новым значением — это очень важно, потому что тем самым мы переходим от земного словаря к духовному. Все названия нашего мира, ими мы пользуемся в духовном. И придаем им новое значение. К каждому такому слову. Вальсо нам говорит, что мы должны пройтись по всем этим определениям, чтобы это было заложено в нас как в коробочку, внутрь нашего разума. Чтобы мы автоматически, если ты мне говоришь «поцелуй» на шикар, я понимаю, что это не простой земной такой поцелуй. Я понимаю, что это определенный вид связи между мной и Творцом. Моментально этого мне возникает. Благодаря тому, что мы находимся в той же коммуникации слов и каждый раз придаем им новое значение, и стараемся каждый раз придавать им новое значение, мы переходим из картины экрана этого мира в картину экрана следующего мира — духовного. Ты способен придать этим определениям новое значение в той мере, в которой ты изменяешься. Если ты не изменяешься, то никогда ты не сможешь придать этим определениям новое значение для тебя, это будет оставаться «зиву», «нашика», «поцелуй», «роглаем», «едаем», «рухи», «ноги», «парцуфа». Ты все равно будешь думать о физиологических понятиях для тебя. Для тебя земля Израиля и народ Израиля. Это будет оставаться социологией или географией. Судя по этому, ты можешь увидеть, насколько ты изменяешься или нет. Редактор субтитров А.Семкин